сегодня буду снимать вот только руки как бы больше нам ничего не надо для сегодняшнего видео сегодня будем делать рыбку вот такая рыбка чудесная наловил и как бы я и морозил промораживал ну не обязательно но сделаю два короче варианта рыбы промороженные как сегодняшний и не будут промораживать просто свежую рыбу засолю солить сегодня будем у нас сегодня сухой посол и как бы солю первый раз сухим посолом не знаю но все рекомендуют так сделать говорят очень вкусно получается ну кому нравится такая вот рыба вяленая и что для этого нам понадобится для этого нам понадобится много соли понадобится емкость которую будем солить я взял ящик обычный пищевой из-под там овощей что там хранится еще взял вот такую тряпку как бы такую цельную сделал двойную и вот выложил на дно и сейчас вот буду солить нашу рыбу как бы рыба не крупная в пределах тут максимум грамм 200-250 да так 100-150 грамм такая средняя рыба плотва голавль окуньки присутствуют и щука а здесь забыл чуть добавлю перчинки вот взял такой чили этот перец тоже посыплю посмотрим как на вкус будет что нам понадобится для этого как бы все видео делаю это берут про и просыпают дно хорошо соли прям обильно просыпают вот мы в данной ситуации это сделали все на ткань вот соль просыпем везде прям достаточно много на дно нужно побольше соли сделать то в дальнейшем просто как бы кто хочет больше можно много соли может насыпать кто нет но обычно по соли также как вот вы рыбу солить на воблу мокрым посолом такой слой тут пол сантиметра естественно на дно выкладываем как и обычную самую крупную рыбу у у нас плотвичка пошла щучка присутствует тоже выкладывать можно произвольном виде можно вот так выложить на это как у на пузо у вас рыбы больше поместится но я в этот раз вот сделал первый раз просто на спинку положу как обычно так что укладываем рыбу все дальше увидеть первый слой два три слоя у нас получится максимум в принципе это нормально как бы больше не надо вот выкладываем такой слой рыбы как бы емкость можете взять разные люди по разному солят кто-то делает это в ящике в каком деревянном специальном оборудованном уже тут еще по разному ну как бы я первый раз солю из-за этого решил попробовать все что что у меня есть в данной ситуации просто вот обычный такой ящик вот такой слой получается выкладывали наши рыбы и дальше ссыпаем солью по всей поверхности солью можно взять мелкую крупную любую я у меня тут смесь и крупная мелкая все подряд и просыпаем таким достаточно хорошим слоем соли видите она даже рыб виднеется у нас но можно побольше просолить в следующий раз когда будете солить она все равно будет использоваться ее станет может значительно меньше как вода вытянется оттуда соки вот и продолжаем дальше укладывать второй слой здесь уже помельче как видите пошли рыбки но это не страшно получается как бы если у вас мелкая рыба вы просто меньше по времени солите ну не дед недели примерно и меньше груз кладете на эту рыбу чтобы она стояла где у вас там будет в подвале в кому прохладном помещении почти у нас смотрите закрылась поверхность тоже замечательно и также присыпаем сверху солью на рыбу ну заткнись ну вот смотрите я засыпала достаточно сильно смотрите все на ваших экранах замечательная рыбка килограмм пять тут точно есть чуть-чуть перчика добавить прям вот так чуть пикантности даст хотел втором слой проложить но ничего страшного он все равно отдаст свое накрываем плотненько так прижали взяли вот такой же по размерности ящик пустой на него поставили наш ящик с рыбой естественно в этот ящик который будет внизу вот сюда мы поставим какой-нибудь поднос какую-то емкость которая влезет чтобы у нас лишняя влага стекала и все попадало в поднос в поднос и ящик а ящик для удобства мы поставим просто сейчас отнесем в погреб подвал и все у нас будет стоять ящик будет удобно стоять на деревяшках деревяшки не будут пачкаться вся влага будет стекать лишнее в поднос и естественно сейчас вот наверх я сюда найду какую-нибудь дощечку и так как рыба у нас не крупная и положу сюда две бутылки по 5 литров воды полностью и ну 10 литров воды чтобы как бы она была под прессом под гнетом вот можете положить пять литров меньше но где-то вот от такого количества и от рыбы не крупные у нас 10 литров воды или там какой-то еще груз если у вас там есть не не знаю там гиря 10 килограммовая положите эту гирю или еще что-то какие-то железки мне проще сейчас будет положить как раз они сюда замечательно влезут 2 по 5 литров воды налью пойду и все естественно вода будет наша подготовленная неделя ну я думаю 10 дней пройдет и мы уже будем пробовать по посмотрим вскроем что у нас за рыба получилось будем мы просушивать или еще чуть-чуть подержим естественно попробуем и обязательно сниму видео такое же как предложение вторая часть буду вот не мороженую рыбу снимать и рыбу может быть совсем быть другая и мы все увидим естественно все покажу на видео как получилось стоит ли солить всегда солил обычным мокрым посолом всегда вкусно было но она чуть-чуть если передержишь она суховатая получалось а тут все-таки решился вот за несколько раз вот получилось поймать рыбы достаточно хороший крупный чтобы попробовать посолить так друзья всем привет еще раз и вот у нас прошло две недели не получилось у меня раньше снять немножко приболел достаточное явление еще есть но рыбка получилась уже пробовал отличная вся у тряпка все мокрое стояло под прессом я уже попробовал рыбку такую чудесная такая чудесная рыбка получилась соль эти остаточные но это все стряхивается кто хочет может промыть вот такая вот красивая я промывать не буду попробовал чуть сильновато но потому что две недели я говорю как держал потому что раньше не мог снять но на вид вообще обалденная такая плотненькая так что такая рыбка получилась сейчас вот будем освобождать и вот нашей соли можете стряхнуть вот так все побить все у вас это можете смыть как бы многие смывают я не буду делать с тряпочкой потом еще протру но я немножко ее подсушу чтобы влага лишняя ушла и все можно уже есть можно так уже есть я ел пробовал отличный кто любит такую рыбу она получается не сухая прям такая мокренькая отличная на вид вообще обалденно на вкус тоже прикольно перец дал свою остроту такой небольшой послевкусие перечные есть попробовал плату не пробовал ничего другого но может быть и придется смыть эту всю соль подсушить сейчас решу принципе ничего страшно что она сверху остается вот и перец даже остается сверху смотрите вкрапления небольшие перчика но мне кажется даже красивее смотрится так что такую некрупную рыбу да лучше держать не больше десяти дней чтобы она получилась там менее соленая но соль не чувствуется она просто так как бы потому что влажно из-за этого не так чувствуется она подсохнет она больше будет чувствовать обрать внимание что соли немного совсем там в рыбе она вся ушла вниз или впиталась крупная наверное еще менее соленая например вот такая вот плотва конечно тут лучше всего солить конечно такую рыбу побольше вот начинают такой грамм 250 латвичка 200 ну прикольно получается красиво сейчас посмотрю разрежу ее покажу вам на камеру внизу она более влажная в принципе и получается интересно очень наверно буду теперь так солить по большей части такую рыбку особенно летом потому что летом мухи эту подвал унес там мух нету она лежит 10 дней можно есть потом соль оставшуюся опять же можно использовать вниз ее положите и надо там вверх и вверх свежий можно вас просыпать а вниз эту соль она будет также эффективно впитывать может на солнышко и вытащите она немножко подсохнет щучка тоже плотная получилась способ интересный мне понравился вот теперь в бане с пивом будем лопать вот такие вот красавицы латвички вот осталось соли но не значительно много я еще соберу так что такой результат получился очень красивая рыбеха я разрежу посмотри средненькую такую возьмем латвичку с икрой попалась как раз получается прикольная рыбка запах обалденный способ хорош соления мне понравился опять же первый раз солил такой никогда не делал теперь я буду знать что для такой достаточно мелкой рыбы надо меньше строк держать ну говорю я опять же снял бы все раньше просто болел не очень состояние было хорошее для съемок сейчас более-менее и вот надо уже две недели пора думаю снимать обязательно груз соли немного солите прям сверху вниз побольше про что влага выходила и все достаточно много наверное поле где-то грамм 300 точно вот сока стекло это вот именно сока стекло влаги а еще сколько соли осталось еще столько же посмотрите она прям плотненькая такая получается рыбеха или она вот прям все я ешь с этой соли отряхнуть час подсохнет она и все и очень вкусно получается такой способ все это я вот напомню что рыб морозил по не понимаю пока фишку в чем смысл некоторые морозит нет ну решил так попробовать всем приятного аппетита такой способ пробуйте реальные действующие особенно летом я думаю с мухами если нету у кого сушилки там нормальный точно подойдет все с вами был димас руки всем приятного аппетита и увидимся на канале всем пока пока